приветствую всех пришел к нам новый призыв заветный призыв с новыми героями и с рекомендациями уже давно вышедших героев кто-то давно кто-то не очень давно вышел но вот что имеем то имеем очень хороший я уже сразу скажу очень хорошие рекомендованные герои давайте начнем с новых и закончим краткой ремаркой по старым героям и что-то покрутим отец первый у нас герой медленный варвар какие-то там пассивки но они не очень значимые наносит 370 урона всем врагам все враги получают 635 урона от кровотечения на протяжении четырех ходов но урон медленно увеличивается с каждым ходом то есть первый вход второй ход там будет мало травления последних как последним ходом думаю будет около 250 300 ну неплохо но все же это травление его можно снять и так далее у всех врагов любое полученное лечение снижается на минус 70 течение четырех ходов полученное лечение снижается на минус 10 каждый ход до минус 100 но также его нельзя нельзя не снять то есть она спокойно себе чистится это все дело 370 урона это неплохо даже я бы сказал хорошо но не для медленного не для медленного героя значит мы его рассматриваем либо либо только на уб либо не знаю если кто-то там еще по кому-то получится разогнать его на девять камней там с тишери или как она то в принципе можно попробовать они тогда я думаю будут дотравляться если будет выживаемость хотя выживаемости там вряд ли получится достичь потому что тройка у вас будет ударная хила вы с собой в тройку не возьмете а двойка ну сами понимаете если вы зарядите тройку то вряд ли двойку ну редко такое будет случаться что прям все и вся вы зарядите поэтому только уб атаку на уб до норм почему нет особенно с хуфу можно работать можно попробовать если нету например ильмали ильмаринина то можно попробовать уилбер хуфу и этот быча не факт что они умрут все но они точно дотравиться но на уб я не знаю насколько времени у вас будет хватать чтобы они дотравились потому что они могут просто отхилеться воскреситься и и еще что-нибудь другое сделать поэтому не знаю пока вам не скажу с эльмаринином да думаю будет классно если хуфу нету то можно эльмаринин горилла в костюме и отис ну в общем больше убэшный герой как и все медленные но играбельный дальше новый герой гортус класс боец воскрешает воскрешается очень быстро наносит 470 урона цели цель получает минус 45 обороны на 2 хода на 2 хода это немного 45 обороны это много оборона снижается на минус 15 каждый ход до минус 60 у это уже интересно то есть вы зарядили его за 6 камней если у вас есть отряды магов или магов или эти ну в общем скорее у всех уже есть вы его разогнали до минус 60 потом можете вообще каким-то слабеньким даже ударником добить цель и еще один важный момент цель не может получать ману на протяжении двух ходов это классно но это классно для атаки чтобы вы могли это все контролировать для обороны для обороны я не знаю ну я сомневаюсь сейчас время ним не этих не шотеров сейчас время массовиков которые ухреначивают нахрен все просто вот по это это очень хороший герой для атаки но не очень хороший для обороны но опять же это все мысли из топа не для топа это отличный герой для всего я думаю вот потому что он может и шотнуть потом еще на 2 хода заблокировать вашего героя то есть это сильно и рандомно куда попадет это очень тоже интересно потому что хрен его знает кого он вам шотнет так что вот такие дела мы идем дальше дальше у нас идет рубин отличный герой на все времена я считаю у меня есть 2 я играю 2 если упадет 3 я подумаю насчет того прокачать ее или нет но скорее всего думаю что да потому что в данный момент когда у нас мета water pipe герой с двойным тройным зарядом на вес золота поэтому да и всем рекомендуем а у кого нету ни одной или там одна есть вторую тоже рекомендую потому что они две в одном тапки играют охренительно следующий у нас джек фун это герой с элементов им супер стихии или как-то они так называется желтый очень быстро но наносит 200 урона всем врагам все враги тьмы получают минус 34 меткости все враги льда получают минус 34 защиты все враги природы получают минус 34 к регенерации маны все огневые огненные враги получают минус 34 атаки этот герой неплохо стоял в в оборонах и даже до сих пор еще стоит там по моему псдд у некоторых был он когда я воевал кто не видел войну можете посмотреть последняя война война у меня на канале заходите посмотрите этот герой оборонный очень бесящий потому что нужно смотреть каждый за каждым разом нужно смотреть если вы не запомнили что он делает против каждого цвета потому что например с зеленью против него идти ну это уже очень нехорошая затея потому что минус 34 к регенерации маны 3 хода от очень быстрого героя могут вам попортить все планы просто поэтому герои природы уже отпадают на него идеально ходить желтыми потому что желтым он ничего не делает это самый идеальный вариант ну и то есть тройку мы берем желтых двойку мы можем взять не знаю красных тоже опасно хотя если двойка то не опасно потому что двойка бить не будет они будут просто жить поэтому можно можно взять какую-то гранат чера но в зависимости еще от того кто там кто там остальные в команде стоят против льда ну против льда не критично минус к защите и минус 34 меткости на 3 хода для тьмы то есть тьму мы тоже стараемся не брать в атаку против него но разве что у вас чистка какая-то есть очень быстрая или типа милены вот тогда можно попробовать для обороны этот герой отличный для даже для супер топа он еще играет он еще стоит если у вас нету энни если у вас нету иова то этот герой где-то на третьем месте наверное после них ну огима еще тоже там играет но мне кажется этот этот немного более бесящий потому что нужно вот это все учитывать вот эти все моменты а кто спешит тот этого учитывать не будет и он может его очень хорошо наказать огима тоже очень очень сильно может наказать если против него например взять миньонщиков до или взять какой-то доброс маны и он своим пассивным навыкам его срежет доброс маны и вы просто не зарядитесь все моменты эти нужно учитывать переходим дальше и дальше просто моя любовь которая ко мне не пришла восстанавливает 30 здоровья всех героев все союзники получают умеренное количество маны и очищает все недуги отличный герой церковник в данный момент зеленый еще данный момент как никогда актуальный ну она всегда была актуальна а вот момента его выхода очень хороший герой докидывает ману восстанавливает очищает церковник супер больше нечего сказать это моя наверное цель номер один в этом призыве следующая у нас милена тоже могу много о ней рассказать потому что у меня и 22 играют на постоянной основе заряд маны волшебство 22 заряда у нее на первом она восстанавливает 25 процентов это немного но это около 500 всем и очищает недуги всех союзников это очень сильно помогает очень сильно спасает особенно сейчас актуально против water pipe потому что срезать ману ей целый заряд не получится поэтому супер класс рекомендую и на втором заряде когда уже бой вы более перевесили в свою сторону в общем преимущество у вас то вы уже можете себе например позволить зарядить ее на x2 и потом просто пропесочить по всем 420 и еще снять усиление если такого нужно в этом бою герой отличный ну и еще одно важное 50 процентов если на первом заряде она может докинуть 10 процентов маны всем союзникам и если на x2 на ульту это стопроцентная вероятность докинуть 10 процентов маны опять же против той же water pipe это хороший очень пассивный навык который позволяет вам дозарядить например я играю например с в двойку в двойке со скади и очень часто она мне просто дозаряжает скади своим пассивным навыками таким образом я просто пробиваю по всем скади убиваю 5 миньонов и дальше мне остается только только пережить это все дело так что рекомендую так ну и все чем четверка еще новая средняя 305 урона цели и ближайшим врагам неплохо цель и враги поблизости получает минус 35 обороны на 3 хода оборона снижается на минус 10 каждый ход до минус 55 кстати неплохо неплохо такая четверка нужная в игре заиграет тоже как ну наверное больше в атаке в оборону ее кроме турнира не поставить но да довольно хорошая четверка а еще троечка есть медленная все союзники делят полученный урон между собой на протяжении четырех ходов все союзники получают плюс 35 обороны на 4 хода оборона увеличивается на 10 каждый ход все союзники контр-атакует 70 процентов получаемого урона и он увеличивается на 10 каждый ход до 100 медленный но да но нормальный можно играть тоже особенно на уб можно поставить он вас будет очень сильно бесить так что так что такие дела ну что давайте потихонечку потихонечку начинать это все дело крутить я бы хотел только немножечко их выстроить в нужной в нужной очередности в такой же как они стоят в рекомендациях то есть первым должен стоять отис вторым этот гортус потом джек вун рубин милена и токсикандра так так не получается если долго получаться не будет то забью просто болт и все ну и постараюсь разбить призывы на на несколько частей так тут вот получилось но не до конца цик цик опять нет я кстати прошлый раз что-то крутил я не выставлял потому что нихрена не упала выставлял 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 в итоге ничего не пришло как это часто у нас случается так блин ну ладно давайте будем призывать ну его а в жопень первый призыв и у нас не токсикандра так 30 . за монетки и дальше будут еще за кристаллы призывы но не знаю сразу или позже зависит от того как будет падать если вообще ничего не упадет то скорее всего скрутим все потому что смысла паузу делать особо не вижу так ну давайте токсикандру поел поелозим сейчас будет сундук кстати тут сундуки как мне помнится довольно а хорошие были давайте еще глянем какой здесь процент на на рекомендованного 1 из 6 неплохой кстати процент неплохой ну может сундуки хотя бы порадует так инструкторов насыпали но инструктора это не худшее что могло отсюда выпасть какая-то шуба клинок или еще что-то было бы наверное похуже инструктора хотя бы применяемые и довольно быстро находятся им применение особенно когда качаешь героя какого-нибудь базил базил нормально ну хотя бы что-то за уже шесть или семь призывов было так 3 вильчик 3 вильчик твое время уже прошло хотя на очень быстрых в оборонах все еще стоит и довольно неплохо кстати стоит так еще один призыв и по-моему будет уже у нас первая десяточка прокручена дон дон у меня есть уже прокаченная больше качать их не собираюсь потому что незачем еще один 3 л кстати осмотрел в чате как ребята скидывали кто что поймал и довольно таки много поймали насыпала хорошо так тут еще у меня четыре призыва дюн осталось давайте еще здесь запризываем я хотеп здесь из рекомендации мне в принципе никто не нужен вот эта новая гатор она мне не нравится сова от слова совсем если бы она хотя бы чистку делала то было бы конечно поярче можно было бы с чьером играть в двойке а так просто щиты для быстрого героя этого мало она должна или быстрой быть или чистку делать если она этого не делает то как бы спасибо до свидания так тут собралось у меня забрать какого-нибудь ненужного героя не знаю кого ну давайте не знаю давайте посейдона еще возьмем хоть он и на хрен не нужен но на обмен будет так смотрим как у нас тут джекун рубин эх под конец под конец вот не то ну да ладно давайте попризываем еще френфилд призывы имеет свойство заканчиваться пока что меня не обрадовали вы они совсем ничего не упало нужного даже еще четверка не упала это желтая джаба я не скажу что она мне нужна но но обидно что даже она не упала так ну тут конечно поскромнее мяско чуть чуть больше но по инструкторам поскромнее 16 призывов осталось за монетки еще один три вилл цик так мой тут еще хлама ненужного сколько пятизвездочного добавили ну впрочем как всегда впрочем как всегда ну я надеюсь на рекомендации из штачок продолжаем крутить продолжаем надеяться тайрум мне кстати в последние на последних вот этих заветных призывов мне довольно неплохо падала кстати здесь же должен быть баучан или я ошибаюсь а ну давай вот так пойдем искать баучана на баучане мне много раз приходила так баучан 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 его здесь может не быть в принципе мне кажется что должен должен был бы быть так баучан парниша нету баучана к сожалению ну ладно тогда без баучана пробуем достичь указанной цели вален дальше гномер так ну пока печалька пока что печалька или я может пропустил баучана да не вроде бы не было так ну давайте на вот ног номера так красненький азар а кстати из красненьких там особо никого нету а рубин только если из из приятных еще один три вилл ну в общем какой-то троечный троечный довольно троечный призыв получается нужно подумать как мне лучше сделать дальше призыв за кристаллы еще 100 кристаллов дособирать до 9400 и сделать тридцатку или делать по десятке не знаю если честно не знаю мне что-то в тридцатке эти не особо заходят феникус о кстати феникус что-то феникус я припоминаю мне где-то нужен был так еще один сундук опять же инструктора мясо и ничего нового ничего хорошего я так понимаю что как они предметы тут не падают или что не помню уже писал еще в чате сегодня что у меня есть тут на 30 призывов за монетки на где-то на x30 за кристаллы настроение хорошее но даже не хочется его портить начиная призывы так ну давайте еще попробуем так о кстати выстроилась так как так как мы хотели все-таки поздновато чуток но выстроилась наверное докручу эти монеты и сделаю еще x10 или нет может быть и нет ладно сделаю паузу по крайней мере посмотрим что что дальше будет прошло какое-то количество времени и мы можем сделать x30 ну давайте без лишних движений кофейку попью так по зелье не пошло а кстати да я язык сменил не знаю поможет это ли нет скорее всего что нет так это где-то уже шестой седьмой восьмой девятый уилбер десятый так одиннадцатый двенадцатый тринадцатый четырнадцатый пятнадцатый шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать 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 пять пятерок нет двадцать шесть двадцать семь оооо класс И И нихрена И даже ГМ не упал Хотя он нахрен не нужен Ну это жестко Это просто жестко Давайте откроем сундучки Так Мяско Инструктора Опять то же самое И еще инструктора И еще мяско Ну Сказать что я в ахуе Ничего не сказать Завтра будут еще монетки Возьмем завтра еще монет И будем призывать наверное и дальше Потому что это какой то бред просто Сделаем еще десяточку И десяточку на дюнах Потому что монет подкупил Багажом с кристаллами Давайте попробуем Испытать еще удачу Ну Несправедливо я считаю Икс 60 И никого не дали Мне это не нравится Давайте Даже мать Даже мать призывы Квассер Исштаг Кедман Судри Ну давай Давай Разродись уже Ренфилд Бриена Да Ни хрена Никого не дали Опять Ну и все Жесть Просто жесть Так Сундук Как всегда Ну и пошли здесь Тогда Еще по бэрому Десяточку Так Глюкануло Чуть Джунаид О Неплохо Монет Так Насыпало Цик 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 Здесь я вообще Ни на кого Не надеюсь Потому что Здесь мало Героев Которые Меня бы Удовлетворили Ну да Никто И не упал Можно еще Сундук Закрыть Вот таким Вот способом Давай Давай Может предмет Какой Да Да Аж два Предмета Супер Ладно Ждем Следующего Удачного Дня Так Еще Десяточку Сделаем И Семь призывов Здесь Ну давайте Не знаю Наверное Может здесь Начнем Хотя Суть и дело Оно наверное Не поменяет Здесь Как и говорил Особых надежд Нету Вообще Кого бы хотел Отсюда Гор мне бы Пригодился Бастет Конечно же Тетишери Клеопатра Сихмет Ну не знаю Вот Бену хороший Ахмус Ахмус Тоже Не знаю Этот Нет Это Есть Даже Две Это Есть Этот Этот Не нужен Ну и в принципе Все Вот несколько Таких героев Которых бы хотелось Но они Но они не в рекомендациях Тяжело Тяжело Их поймать Так Еще Два Призыва Никого Блин Это я не знаю Какое-то проклятие Или что Какого хрена Какого хрена Вообще Оно Ничего Не падает Я уже Не знаю Как Ну Что Вообще Нужно Сделать Чтобы Они Падали О Ну Давайте Вот здесь Каких-то Пятерок Собрали Давайте Попробуем Я уже Просто В шоке Не знаю Лемур Хранитель Хорошо Отлично Супер Все Вот Все то Все то Что я хотел Когда сюда Шел Жесть Это Просто Жесть Отлично Супер Ладно Завтра Продолжим